Часто случаются ситуации, когда к вам пришли гости, даже долгожданные, и вы к ним готовились, но процесс приготовления еды еще не закончен. Нужно что-то сделать быстрое. Я вам сегодня расскажу. Вот смотрите, обычный узбекский лаваш из тандыра, это самая вкусная закуска, которая может быть, ну или основа для закусок. Нарезаем вот такими ленточками. Хлеб порезали и выкладываем его вот сюда. Дальше мы берем чеснок, зубчик у меня большой, поэтому я половину зубчика откладываю, половину нарезал просто колечками, потому что нам от него нужен аромат, нам сам чеснок не нужен. Вот смотрите, здесь у меня растопленное масло, сливочное растопленное масло. Я его на плиточке подогрел, сюда отправляю чеснок. Для чего? Для того, чтобы масло было ароматным. Подогреваю его 30 секунд. Как только масло заскворчало, сразу же его забираем. Потому что если чеснок пережарится, тогда вкус не такой яркий будет. Но как только он нагрелся, вот сейчас самый пик. Теперь мы берем ложку и чесночным маслом поливаем наш лаваш. Все это происходит моментально. Масло растапливается очень быстро. Дальше. Смотрите, тимьян. Можно взять свежий. Свежий, конечно, вкуснее. Просто у меня свежего не было, поэтому я взял сушеный. Тимьянчик немножко. Соль обязательно. Соль усилитель вкуса, поэтому соль дает нам дополнительный вкус. Вот для таких случаев и нужна чугунная сковорода. Хлеб жарить долго нельзя. Нужно делать все максимально быстро, потому что иначе хлеб сгорит. Чугун очень сильно накапливает тепло. И поэтому именно она является моей любимой сковородой. В принципе, на такой сковороде можно жарить лаваш даже с одной стороны. Но, опять же, если у вас лаваш вчерашний, ну то лучше, конечно, его пожарить с двух сторон. Жарить его нужно очень быстро. Для того, чтобы люди, которые пришли к вам в гости, сидят у вас на кухне, не успели захлебнуться слюной. О, появляются полосочки. Какие сочные, ароматные, вкусные кусочки хлеба. Они еще станут хрустящими. Прямо вот это. Вот это. Вот вы должны понять, как он пахнет. Это просто вау. Переворачиваем. Как только вы перевернули, 30 секунд ждете, хлеб готов. Сами по себе гренки, которые мы сделали, да, из лаваша со сливочным маслом, очень вкусные. Но вы их можете съесть так, а можете сделать из них закуски. Тоже для гостей, которые ждут основного блюда. Я специально ничего не делал для того, чтобы сделать эти закуски. Я взял баклажаны, которые я готовил прошлый раз вместе с вами. У меня есть розбиф немножко нарезанный. И есть отварная свекла кубиком. У меня Ксюша очень любит свеклу, поэтому дома в холодильнике всегда бывает свекла. И конечно же сыр. Сыр это такая штука как масло. Мне кажется, что у каждого второго человека всегда в холодильнике может найтись сыр. Если у вас нет сыра, значит используйте масло. Если у вас нет сыра, можете использовать майонез, можете что угодно использовать. Главное, это гренки. Вкусно сделайте, будет вообще очень-очень привлекательно для ваших гостей. И они потом скажут, а где вы научились это делать? А вы скажете, Василий Мьяненко показал там как бы такие всякие штуки простые и все. Не надо ничего придумывать лишнего. Смотрите, у нас сыр является основой, на которую потом будет все у нас ложиться. Для свеклы, конечно же, охота сыра побольше, потому что баклажаны и говядина сами по себе вкусны. Свекла же на любителя, но имея определенный сыр, да в принципе любой, мягкий я имею ввиду, можно заставить даже человека, который не ест свеклу, ее есть. Сыр готов. Теперь мы на первый выкладываем розбиф. Прям не стесняйтесь, выкладывайте розбиф на гренку так, чтобы его там ощущалось, чтобы не было такого, что... Что это у вас там прилипло? Мясо, что ли? Мяса должно быть много. Первые брускетты готовы. Баклажаны маринованные. Руками их просто рвем, складываем. Можно порезать, конечно, сделать из них аджаб сандалии, еще что угодно. Добавить туда чеснок свежий или томаты вяленые, или перемешать вместе с какой-нибудь жареной спаржей. Что угодно вы можете использовать для того, чтобы сделать простые закуски для гостей. Главное подойти это с душой. Готова вторая брускетта. Ну и третья брускетта, это, как я уже сказал, отварная свекла. Здесь может быть быстро обжаренная мелким кубиком морковь. Здесь может быть, опять же, тыква, которую порезали мелким кубиком и слегка припустили в воде с маслом. Здесь может быть капуста брокколи. Здесь может быть, в общем, все, что у вас есть в холодильнике. Припустите, слегка обжарьте, быстро, не надо тратить на это много времени. Буквально несколько минут вы потратили своего времени, а получили замечательные, вкусные, классные закуски, которые делаются довольно быстро для ваших гостей. Приятного аппетита, следите за нами и пользуйтесь нашими рецептами. Субтитры сделал DimaTorzok